Всем привет! Меня зовут Глеб и с вами, как всегда, Сигарет нет. Я могу сказать с большой уверенностью, что вы хотя бы один раз в жизни слышали про одноразовые электронные сигареты, даже если вы не занимаетесь вейпингом. Сегодня я хочу рассказать вам о преимуществах одноразовых электронных сигарет и доказать, что это не ерунда какая-то, а вполне себе серьезная вещь. А перед началом ролика я хотел бы попросить вас влепить лайк, нажать на колокольчик, чтобы получать все уведомления о наших роликах и подписаться на наш канал, поскольку наших подписчиков на смотре всего там 3-4%. Это очень мало. Я грустный, котик грустный, все грустные. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте комментарии, поскольку они продвигают наше видео и дают мне силы делать следующие ролики. Первый плюс. Самым первым и, пожалуй, главным плюсом одноразовой электронной сигареты является то, что благодаря ней вы сможете понять, нужен вам вейпинг или нет. Приобретайте себе вот такую вот одну штучку, не сильно большой крепости, и пробуйте. Если у вас нет от этого какого-то кашля, если вы нормально относитесь к никотину, и если вас не тянет к сигаретам, в случае того, если вы курите, то я вас поздравляю, вы можете смело переходить на более дорогие и крутые девайсы, или же, если вы не гонитесь за большим количеством пары, и вам хватает того, что выдает вот этот вот малыш, то можете приобрести себе небольшую подсистему, к примеру, Майл или Минифит. На эти девайсы у нас есть обзоры, все они будут под видео в описании. Второй плюс Вторым плюсом одноразовых электронных сигарет является их многообразие вкусов, поскольку в большинстве случаев они заправлены невероятно вкусной и сочной жидкостью, которую вы вряд ли найдете в обычных магазинах. Также одноразовые электронные сигареты помогут вам миксовать вкусы. Захотели манго? Попарили, положили. Захотели табак? Взяли другую одноразовую электронную сигарету, с этим вкусом попарили, надоел, положили. И таким образом вы можете с легкостью менять вкусы, и для этого вам не нужно перезаправлять картридж или вообще менять на другой. Третий плюс Следующим плюсом является невероятно хороший и качественный никотин, который заправлен в этих одноразках, поскольку для того, чтобы напариться, вам нужно будет совершить всего лишь две или три затяжки. Так что одного такого малыша смело может хватить на три, а то и четыре дня умеренного парения. Также от подсистем практически нет пара, и тем самым вы не будете отвлекать людей, которые находятся с вами рядом, поскольку самое главное – это уважение к близким. Четвертый плюс Четвертый плюс – это, конечно же, их габариты. Они невероятно маленькие и в прямом смысле слова могут потеряться в вашем кармане. Вы можете с легкостью положить несколько штук себе в сумочку, в портфель, в рюкзак, в карман, в куртку, на работе в шкафчик или же просто кинуть в машину и вспомнить про них тогда, когда вы забыли свой основной девайс. Или же просто оставлять их в том месте, где вы находитесь, и вообще их с собой не носить. Еще одним приятным моментом является то, что если вы куда-то уезжаете на пару дней, то вам не нужно с собой брать основной девайс, аккумуляторы, жидкости, зарядное устройство и так далее. Вы просто берете с собой пару вот таких вот небольших штучек и забываете про свой основной девайс, поскольку они вам прослужат, ну, как минимум, неделю. Пятый плюс Ну и заключительным плюсом одноразок является то, почему они названы одноразовыми электронными сигаретами. Приобретаете вот такой вот маленький девайс, выпариваете его и выбрасываете. Все, не надо ничего заправлять, не надо ничего заряжать, там думать о картриджах. Все, попарили и выбросили. В конце этого ролика я хочу сказать, что если вы все еще думаете, нужен ли вам вейпинг или не нужен, вы не хотите тратить много денег на эти все девайсы, на жидкость и так далее, приобретите себе одну-две одноразки разной крепости и вкуса, попарите, попробуйте. Если вам понравится, то вы можете, как я говорил раньше, перейти на более мощное устройство, или же, если вас устраивает фон-фактор и небольшое количество пара, вы можете приобрести себе подсистему, коих сейчас огромное количество. Лично я рекомендую взять либо по Сито, это уже что-то большое и мощное, либо же взять Майл или Минифит. Это классика, которая не устареет, на которую всегда есть картриджи, и которая не выдает большого количества пара. С вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.